Есть тема, в общем-то, она касается нас постоянно, хотя она, так как, в принципе, нам надо каждый заново принимать для себя Тору и заново напоминать себе о Синайском Откровении, это одна из заповедей Торы и, как пишет Рамбан, надо это делать ежедневно. И даже если мы не считаем эти шесть Зухор, когда пишет Рамбан, когда мы говорим Берегата Тойру, Ашер Бахарбану Микола Амим, говорим Брахот Берегат Шма, Ахава Рабу или Ахава Тойру, то это места, где нам напоминают Плащин Торы на Галесиной. Есть тут одна очень принципиальная вещь. Раши, как приступая к десяти лечениям, Раши там говорили такую очень серьезную вещь. «Сказано так, «Вейдабел Элогим эскола двери маил и лаимор». Я сказал Бог, все эти вещи...» Раши объясняет, что написано имя Эллоким, почему Эллоким. Раши «Эн Эллоким элладаян» Эллоким – это судья. Что здесь имеется в виду, что нам дано десять заводов для лечения Торы, в общем, по счету, все эти лечения – это общее правило всей Торы. Естественно, что величайшие мудрецы, как Садия Гаон, они все, что за счет нас заводит Торы, они упорядочили по десяти лечениям, к какому лечению она относится. Так вот, эти десять заповедей лечения Торы мы получили от величайшего и строгого судьи, что если мы их исполняем, мы получаем заграждение, а если мы их не исполняем, то, не дай Бог, нас ждет наказание. В принципе, эта вещь очень простая, это одна из основ веры, как пишет Рамбов, то, что наш народ говорит многие ежедневно, потому что надо знать, что наши добрые дела мы будем заграждены, что наши грехи мы будем наказаны, если не сделаем ничего. То есть, здесь говорится, что есть суд, есть строгий суд. Более того, мы не знаем, мы не постигаем, не только мы, маленькие люди, но я говорю про свечайшую мудрецов талмуда, но сказали это самих себе, что мы не постигаем глубину, глубину суда Всевышнего. То есть, короче говоря, Граши говорит здесь, что Всевышний раскрылся, наверное, как судья, как строгий, строгий судья. Однако, буквально в нескольких словах после этого, Граши говорит вещь совершенно противоположную. В первом решении, сказал Всевышний, оно их и аду иной было. Их ищет над собой. Спасибо. В последний раз под статья, во-н-вот Раш объясняет, что Всевышний раз открылся на горе Синай, как подобно старцу полному милосердия, полному милосердия. И это очень странно. Говорится, что мы получили 10 лечений от Всевышнего, как от Судьи. Он открылся как старец полного милосердия. Есть, я хочу лишь объяснить. Есть, мы говорим, это Йом-Кипур, мы говорим это еще, тот, кто говорит, такой, по-моему, Йом-Кипур Катан перед расходышем. Есть такие слова, которые рассказали Ляу-Нави. Аду-Ино-Игу-Гай-Лу-Игим, Аду-Ино-Игу-Гай-Лу-Игим. О, что значит, что он сказал? Я, то есть имя первое, это Гавайя, мы считаем, что аднут господин, он, Ашем-О-Игим. Что это значит? Что это значит? Есть тут очень глубокая вещь. Она очень простая, очень глубокая, надо ее знать, что даже если с одной стороны суд Творца очень строгий, но источник его, это непостижимое на нами, белосердие Творца. Желание Творца дать нам максимальное добро, но Ющич знал, что не подсерденное мудростью, это цельное добро получаем только если мы выдерживаем испытание и получаем по суду, а не в подарок. Приводит дат в родной чаритнике. То есть тут есть, нам необходимо нести в себе два, как будто полностью противоречивых знания. Надо знать тяжесть суда, тяжесть суда, а только знать, что все это нам к добру. И когда есть проблема, потому что в чем проблема? Когда человек знает, что все к добру, то они перестят бояться наказания. Это проблема, потому что это неправда. Наказание, оно тяжелое. Но в итоге будет к добру. Но лучше, чтобы добра достается без наказания, просто исполняй Бога Творца. Закончим на сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова